приветствую вас дорогие друзья прошел как обычно месяц с последнего видоса в погоне за годнотой я снова закупился всякими приколюхами между прочим и редкими приколюхами и о чем сегодня хочу вам рассказать и дать пару советов по приобретению этих вещей если вы вдруг задумывались и вот не знали брать не брать в общем все как всегда присаживайтесь поудобнее заваривайте чай с пельмешками на связи как обычно ляхен и это новая часть в погоне за годнотой погнали ну и начинать будем по классике от менее интересного к более интересному и начнем мы с r4 sd hc 3ds dsi dual core smart update гибрить колотить на самом деле штука прикольная мне даже писали в комментариях типа для хэн ты же вроде себе искал на nintendo ds это вот замечательную штуку расскажи пожалуйста какую заказывать ребят заказывайте вот эту она у меня заработала с sd карточкой с nintendo dslite несмотря на то что здесь указано 2ds 3ds dsi с dslite тоже работает единственное что именно вот на вот эту белую с серым тяжело найти kernel но если вы его не найдете пишите мне я там ссылочку оставлю потому что я кернул нарыл там на реддите где-то чувак его выставлял я его скачал так что берите себе такую штуку если кернул не найдете пишите мне я вам его дам чтобы вы могли пользоваться и если вы будете искать примерно что взять на nintendo ds dslite dsi 3ds вот эта штучка самая оптимальная судя потому что я прочитал на алиэкспрессе по отзывам у продавцов я перерыл там много лотов везде куча непонятного что-то не работает вот это работает так что берите ее если вдруг искали мы двигаемся дальше и дальше у нас тоже картридж но картридж у нас на геймбой на нинтендо геймбой который не хочет открываться картридж на нинтендо геймбой картридж непростой картридж тоже с алиэкспресса и вот эта покупка которую я вам не рекомендую совершать потому что это триста шестьдесят девять в одном для геймбой адвэнс казалось бы круто да круто я тоже на это надеялся но по факту кроме игр марио и покемонов здесь ну вообще нет ну просто ничего здесь ни одной зельды нет здесь нет ни need for speed of ничего того что выходило прикольное на геймбой адвэнс нет есть стандартные марио и стандартные покемоны и типа все остальное нафиг надо там всякая ерунда с нес со снес в общем такие игры которые вы даже на стационарной консоли играть не будете не то что на портативный поэтому но если вам интересен марио или нужны просто абсолютно все покемоны на геймбой адвэнс вот эту штуку брать можно но если вы ожидаете увидеть триста шестьдесят девять лучших игр на геймбой адвэнс то нет я вас тут разочарую вот эту штуку брать я не советую лучше возьмите флэш картридж разница в цене между этим и флэш картриджем 770 и 1200 около пяти сотен рублей но в то же время с флэш картриджем вы можете вставить sd карту с записанными но абсолютно любыми играми которые вашей душе будут угодны а здесь то что китайцы записали то и придется использовать поэтому вот эта штука ну я считаю своих денег не стоит только марио только покемоны если вам нужны марио покемоны берите если ищите зельду там всякие приколюхи на геймбой адвэнс которые выходили здесь их не будет поэтому выводы остаются за вами я же от себя вот этот вот картридж брать не рекомендую и снова игрульки и снова игрульки и игрульки у нас для нинтендо и между прочим кстати говоря снова покемоны и таки да был наконец себе pokemon sword прикольная игруха на nintendo switch единственное что меня смущает это вот это вот название pokemon company ребята игнорит русский рынок от и до и не поймите меня неправильно я хорошо владею английским языком у меня нет с ним проблем но это не условно какая нибудь last of us где там кат-сцен на пару часов в которых там три четыре пять строчек диалогов это rpg это японская rpg с тонной текста там практически нет не практически нет я вообще не слышал там диалогов ну может я мало наиграл но я не слышал там каких-то диалогов там просто все мычат и внизу тонны текста и эти тонны текста нужно переводить поэтому да я в курсе то что pokemon company не хочет переводить игры в россии на русский язык но вот игруха прикольная минус у нее только то что русского языка нет а внизу тонны текста бегут который нужно переводить так что если вы любите покемонов игра хорошая но если вы не знаете английский язык то считайте виллы потому что я не понимаю как это играть без знания языка больше времени будешь проводить со словарем чем в игре если не знаешь язык в общем игра сама по себе крутая у меня к ней претензий нет единственное что ну как всегда это стандартно для nintendo switch нет сглаживания но в остальном игра хорошая русского языка нет но играть весело следующая крайне неоднозначная игра на nintendo switch которую я взял исключительно из-за эксперимента assassin's creed 3 ремастер почему из эксперимента потому что ну вы знаете assassin's creed 3 вышел настолько убогим на современной консоли в переиздании что просто какие-то пластилиновые люди это больше не как тогда примерно выглядели реалистичные движки это какой-то ужас это вот что-то по типу сейчас нынешнего gta трилоджи вышел я его заценил господи это сделал очень больно моим глазам и вот с assassin's creed 3 примерно та же ситуация на современных консолях ремастер это вышел там убогий мыльный но не на nintendo switch потому что nintendo switch не обладает мощностями playstation 4 и xbox one nintendo switch едва ли мощнее playstation 3 и xbox 360 там прям капелька разницы в мощности и силу этого assassin's creed 3 на nintendo switch который ремастер и он нифига не ремастер потому что движок там с той самой игры которая была на ps3 xbox 360 и вы знаете да это та самая игра с ps3 xbox 360 я получил то что хотел но опять же с одним нюансом в этой жизни вообще ничего не бывает просто на самом деле везде приходится мириться с какими-то нюансами где-то что-то должно обязательно перевешивать все не может быть идеально и вот с этой игрой такая же блин ситуация все почему она работает хорошо в портативе я получил то что хотел хотел версию с ps3 но на nintendo switch чтобы можно было играть и где-то в поездке но в то же время не в мыльные третий ассасин который вышел на ps4 а в нормальный со старым движком и вот в портативе это работает но в стационаре нет потому что в стационаре игра пытается в 1080 ее не получается она лагает у нее проседает fps подгрузки буквально в метре лица там просто какой-то кошмар лица подгружаются вот два метра до человека у него мыло подходишь чуть ближе все подгружается это короче кошмар если вы думаете брать себе третьего ассасина на switch если вы будете играть в портативе берите если вы будете играть в стационаре ну нафиг ребят не надо пожалуйста это это ужасно в стационаре ассасин 3 ужасен но в портативе великолепен вот такой вот парадокс так что если вы думали о приобретении этой игры знаете вот такие вот нюансы с этой игрой на нитендо switch случаются теперь в кое-то веке до старые подписчики моего канала будут прям не за даже удивлены я купил что-то несвязанное с нинтендо это блин да на самом деле выглядит забавно да я наверное последние месяца 3 что-то про нинтендо снимаю ну вот так вот бывает когда на playstation 5 то игр нет ни хрена приходится играть на нинтендо это антология the dark pictures я на самом деле очень давно смотрел на эти игры девятнадцатом году выходит man of me done и я смотрю на нее такой а это же от создателей until done надо в нее поиграть что-то как-то не срослось 2020 год выходит little hope я такой черт ну вот теперь точно нужно взять две штуки прям пройти и вот опять что-то как-то не сложилось в этом году выходит house of ashes она просто великолепно я почитал рецензии и я такой все вот вот теперь нужно брать сто процентов захожу покупать house of ashes и вижу то что она есть в сборнике вот в таком сборнике который ну царский сборник между прочим он стоит 4290 рублей дополн 290 в районе 4200 рублей он стоит в общем и это коллекционное издание вы только вдумайтесь каждая игра стоит 2200 отдельно в пластиковом боксе а здесь за 4200 рублей вы получаете стил бук на минуточку очень прикольный между прочим стилизованный стил бук с тремя играми всей онтологии dark pictures и еще со всякими приколюхами по типу карты и пинов на одежду в общем на вот эту антологию я сделаю отдельный обзор сейчас времени нету в графике абсолютно на следующей неделе будет обзор nintendo game куба ребята наконец-то да все сейчас там еще впереди будет пара штук для nintendo и я наконец-то собрал все что нужно для обзора nintendo game куба так что на следующей неделе не пропустите обзор nintendo game куба и кстати на канале вышел обзор nintendo свеча не распаковка а именно обзор так что если вы пропустили я вот здесь оставлю ссылочку на этот видос там он на 35 минут очень длинный со всеми нюансами приколюхами все как вы любите далее по списку у нас идет геймпад вот теперь уже возвращаемся на старую волну и снова про nintendo game под для nintendo и вот такой геймпад для nintendo game куб я нашел нульцевый новый я знаю то что эти геймпады перевыпускались для nintendo switch собственно здесь сзади указано то что на nintendo switch с переходником работает но вы только вдумайтесь 2021 год я смог купить новый запечатанный геймпад на nintendo game куб вау вот это это круто на самом деле и геймпад этот просто великолепен меня нет слов хорошо что я не стал делать обзор на nintendo game куб с китайскими геймпадами потому что я вот чувствовал то что ну не может быть такого качества геймпад он должен быть удобнее он должен быть приятнее когда я взял в руки именно оригинальный геймпад все встало на свои места это действительно очень-очень крутой геймпад у которого приятно но абсолютно все у него приятные курки приятные стики приятные кнопки приятная крестовина между прочим на всех китайских геймпадах она убогая а вот здесь она несмотря на то что маленькая но она здесь нормально ее приятно нажимать кнопка z она оказывается не щелкает у меня два китайских геймпады она на них просто щелкать оказывается не такая стана очень мягкая в общем ребята на следующей неделе будет обзор nintendo game куб поэтому не пропустите его если в первый тоже подписаться надо между прочим потому что годноты здесь выходит очень много теперь график настроен каждую неделю выходит по видосу сейчас более-менее урегулирую все вопросы еще и стримить начнем думаю на следующей неделе уже будет стрим в пятницу так что ждите следующей неделе там будет кубик там будет скорее всего стрим с большой долей вероятности в пятницу в общем будет еще много всего интересного так что если тут впервые красная кнопочка и колокольчик обязательно далее снова геймпад и геймпад не простой геймпад профессиональный профессионал про контрол на nintendo switch ребят на самом деле вот с этим геймпадом я сделаю очень много контента потому что но это очень хороший геймпад и я вот эти вот джойкон и которые skyward sword edition я их по большому счету покупал из-за того что мне ну куча обзорщиков на ютубе наговорили что про контроллер это крайне убогий геймпад на нем неудобно играть он маленький он неприятно лежит в руках и вы знаете что я послушал этих людей я купил еще одни джойконы и джойкон эти мне ни хрена не порадовали потому что через две недели вот этот вот правый стик начал щелкать такой ну знаете там пружина внутри стоит и он начал дзинкать такой тинь 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 когда вы на него нажимаете не круто ни хрена я его разобрал все обратно сделал да это несложно но сам факт я говорил то что эти штуки нихрена ненадежные и они оказались нихрена ненадежные через две недели после покупки у меня уже начал брынкать стик в общем не круто и вы знаете что вот на эту штуку я сделаю обзор единственный нормальный на ютубе потому что на про контроллер нормальных обзоров на ютубе нет заявляются связь со всей ответственностью бестолковые либо абсолютно какие-то хейтерские обзоры а я постараюсь сделать то что поможет людям сэкономить деньги и не потратить их как я сначала на джойкон и лишние потом еще и на контроллер в итоге 10 тесов просто улетела вот можно было потратить гораздо меньше про контроллер очень крутой геймпад по всем аспектам у него крутые курки у него крутые бамперы у него приятные стики да немножко щелкают кнопки но они щелкают по сравнению с чем они щелкают по сравнению с dual sense на всех остальных геймпадах на dual shock 4 xbox one контроллер они нажимаются ровно точно так же с такими же щелчками крестовина до крестовин это отдельная тема поговорим они обзоре в полноценном во всем остальном хват размер батарейка но в нем все охренительное поэтому ребят я хочу понимать что обзор будет через две недели где-то через две-три недели но если вы собирались брать про контроллер и думали вот брать не брать берите нафиг не слушать этих балбесов на ютубе которые снимают полную ахиней полную дичь слава review с между прочим выхватит отдельного говнеца от меня потому что я смотрю этого чувака довольно давно и вот именно его обзор стал основополагающим так сказать завершающим ставящим точку в моем выборе еще одни джойкон и или про контроллер поэтому разнесу его пух и прах а про контроллер хороший так что если думали брать или не брать про контроллер берите он хороший я блин рискнул на поставил опять на кон свои бабки и не пожалел про контроллер хорош ну и завершает нашу сегодняшнюю подборку годноты очень 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 редкая вещь это playstation 2 да блин ляхин какая у это у тебя уже playstation 2 ты задал бал нет это на самом деле еще одна новая playstation 2 у меня куча ревизий playstation 2 но вот такой у меня не было дело в том что это ревизия 1500 это тысячные ревизии которые между прочим made in japan между прочим они производились самые первые годы жизни playstation 2 и что я могу сказать теперь все готово как более-менее разгружусь с графиком с видосами которые у меня сейчас планируется то запилю сравнение всех версий playstation 2 у меня есть 1500 у меня есть 3900 у моего друга серёги есть пять тысяч восемь также там стоит 7700 9000 есть в общем у меня есть абсолютно все ревизии playstation 2 не до мелочей конечно все ревизии но самые основные у меня есть и вот наконец-то мы запилим видос о сравнении всех версий playstation 2 и какую же из них выбрать поэтому опять же если вы тут впервые то подписывайтесь годноты еще впереди очень много как же она все-таки тяжелая первые ревизии прям прям ух прям прям вау прям тяжеленькие такое сегодня получилось видео в погоне за годнотой пишите что думаете про покупочки пишите что думаете про геймпады nintendo черт побери я между прочим в шоке от того чтобы до сих пор можно купить геймпад на game cube ядрить колотить и про контроллер прям порадовал меня так что пишите ваше мнение о покупках что вам понравилось что еще стоит прикупить в коллекцию пишите обязательно потому что например видео с playstation 2 вот эти все плоти вторые покупаются потому что эдик мой хороший друг и подписчик написал мне такую идею давай сделаем сравнение всех версий playstation 2 это будет прикольно я так посчитал ну да это будет прикольно поэтому все эти консоли до сих пор собираются и будет на них обзор с его подачи так что если у вас есть какие-то идеи предложения welcome в комментарии также поддерживайте видео лайком подпиской это ваша лучшая благодарность за то что я делаю за то что я вкладываю в этот канал поэтому если вам нравится то что я делаю хотите больше такого контента лайк подписка если вы здесь впервые и абсолютно любой комментарий спасибо вам за поддержку ну а я на сегодня с вами прощаюсь скоро увидимся уже в следующем видео